друзья всем привет вы на канале в гостях у дяди саша очередное утро так подруга циц мы разговариваем очередное утро рабочая сейчас пробегусь включу свет везде а потом может быть еще в кролике пройдем есть какие-то перестановки но пока сейчас не до них начнем с дальнего кордона как я говорю в начале марина на птица птичка откроем ее сегодня у нас солнце не облачко но при этом морозчик постепенно зима приближается куда деваться вот у нас даже лед я понимаю что где-то уже снег лежит но у нас только вот первые такие заморозки ну точнее нет уже были два этого и минус 4 были но как-то насильно землю не опускалась видите у меня здесь конь стоит все никак не почищу для тех кто интересовался для тех кто мне подсказывал спасибо мужики колеса почистить надо в общем наш плужок справился сильная вы для пески вот эти не открывал вот так сделал какой вывод у меня точнее кто не знает о чем разговор то показываю сделал такие не знаю как они сказать ребенке распашки не знаю вот здесь еще экспериментировал еще только пробовал лазу как видите вот так она у меня будет обрезал нас еще год обрезал с запасом с глобальным запасом что везде было по лишнему вот так это все сюда пойдет все здесь пришпилится кое-где люди с лопаткой прокопаю и все это у меня пришпилится на данный момент морочки пошли но еще не глобально как будет уже объявлено там по 10 градусов каждый день по 3 по 5 тогда уже будут закапывать в общем вот здесь я только начал экспериментировать с этим трактор ком своим и забыл что у меня руль поворачивается руль повернул когда вы знаете тут такие в канавке пошли более такие серьезные здесь поглубже уже руль развернул стороночку и нормал пробовал укладывал ну как я вам показал вот так будет стараюсь вот там вправо-влево одни лягут сюда другие сюда и отлично ну где-то потребуется ну чуть лопаткой пройдусь но уже не лопатой копать какие внутри копал тут умирал когда все это а это вот рядочки такие класс нормально получились в общем нормально прошла распашка поэкспериментировал получился и теперь нашего коня надо привести в порядок почистить и уже на консервацию правильно законсервировать давайте скажем так на зиму пошлите петеродактиль и открывать а то сейчас скоро будет рухаться с курлыковки на курлыковки да да сегодня не мать вас открывает а я открываем дверочку я вначале утром одно открывает надо сюда выйдут а уже потом видите расходится одни делать девочки там мальчики тут в общем на 1 на дверь еще уменьшилась и вот еще двух нас еще неделю заказали но ничего что у нас получается с мариной вот эти кормушки все-таки под рассыпают марина на ночь ему сыпь этаж сверху так они клювами своими по хорошему им сейчас таким размером ведро поставить и больше ничего не нужно есть противный некоторые вот эти у курлыков и вот одну дверку им открываем а 2 пока нет потому что некоторые счета могут сидеть некоторые выходят идите сюда марина с вечером сразу все насыпает чтобы уже там болото но они здесь в основном тусуются иди 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 выходи клапан поприлипло все сено солома выходить на солнышке побегайте последние день кисешки и морозы будут крепчать думаю ребят спрашивали позабо индюков ничего там сверх естественно все то же самое как и показывали в том году использую вот такой мешок обычный обычный мешок здесь у меня отверстие просто с одного края прорезая отверстие вот так прорезана одевается на голову индюку все это если он лазит мешок то запихиваю в мешок в дальнейшем у меня такая приспособа просто затягивается на лапах и поднимается временно приспособиться до стремянку вот подвязываю чтоб он потому что здорово где в них и при подвязываем и тогда уже кровоиспускание самый простой вот мешок и веревка подготовлена вот говорит 2 заказали на следующую неделю ну то же самое будем эксплуатировать стремяночку поэтому что-то там сказать сверх естественно нет единственное правильно нужно найти артерию артерия под самой головой не где-то там на шее ошибка многих где-то и наши искать нет ладно пойдемте сейчас крючатике пару слов и дальше еще интересное кое-что расскажу вот у нас все готово сегодня рассадка девчонки будет окрол и пойдут скоро видите только только опалили уже все паутина вот это паутина сами знаете это пух паучков тут толком нет все готово этим занимался между прочим марина полностью все по хозяйски по-женски все драйва скота драйва сделал мне выговор что те скаты сгнили и им теперь крепится негде а я говорю зачем ты их чистила потому что не так хорошо то прилипшие на говняшках были в общем она ответила хочешь сделать как лучше получается как всегда с этой стороны болжня маманьки сегодня уходят на окрол а молочня остается в общем как я и сказал входим постепенно в зимний режим вот это наш как я говорю зимний режим видите подросли уже только он показывал когда мы сюда шмакандявок осаживали эти с маманьки уйдут на окрол пойдут на окрол а молочня уже сами здесь вот самые маленькие были вот и почти одну ячейку не заняли ай-яй-яй табличку наверно потерял мне бумажечка по хозяйству пробежался у меня там случик сегодня нет ни у меня ни у кроликов получается что сегодня у меня позавчера была копчуха и сегодня еще привезли сейчас пойду взвешу сколько килограмм привезли взвесить сюда в зеленые апартаменты мы еще в конце вернемся опять клеточку покажу одну ну а так немного о копчухе пару слов привезли люди сами замариновали а так марину я но здесь людям больше кому как нравится кому посильнее перчонести я делаю по одному стандарту а дальше кому как нравится и беру сейчас вот так вот закоптить а вот население как я сказал 120 рублей беру ну быть потихонечку люди сейчас осень еще птицы водоплавающие кто-то просят бьет кто-то птичку везет но стараюсь компоновать у меня загружен полностью был мой аппарат загружен полностью чтоб я я такие говорю что если будет одна-две уточки то я в холодильник кладу или там даже в морозилку себя кладите по обзванию всех и пота в кучу в одну чтобы мне килограмм 30 хотя бы загружать а одну-две утки моя время мое время тратить и оборудование не очень но самое главное что мы с мариной на днях готовить колбасу вот данном агрегате нашим приготовили колбасу колбаска она была краковская чуть побольше сделали и сделали одну кролика куриную батончики сделали разные получается как-то людям визуально понравились более такие толстенькие опять же другой момент я вам просто для информации тех кто часто говорят саша да все-таки готовая продукция вы знаете вот я изучаю этот вопрос да и много лет я вам на канале просто уделюсь информацией те люди которые брали у меня всегда кролика когда узнают что у меня есть птица они также дальше берут кролика те люди которые у меня где-то узнали и брали птицу они никогда практически никогда не берут кролика сейчас те люди которые брали у меня кролика птицу когда им говорю что у меня есть колбаса я вот сделал на пробу взяли там и все и тут же люди которые уже извини откуда-то кто-то где-то кому-то сказал что я делаю приехали взяли колбасу ровно через день приехали взяли еще по две палочки и понимаете о чем речь что клиентская база или как сказать покупатели ваши на чем мои да я не знаю как у кого но я вот уже сколько лет складывается такое впечатление что каждая ниша своя сама по себе почему я говорю у меня чуть стараюсь разностороннее сделать у себя в хозяйстве потому что если на чем-то одном заниматься вот допустим чисто вот кролики мясо кроликов это нужно тогда огромнейший объем и в основном работу с перекупами почему потому что в объем привезли и погнали дальше кроличатики чистить случает забивать опять привезли объем чистить случает забивать почему я и говорю что я не пытаюсь в одних кроликах остаться и один огромный объем наработать кроликов нет это моя основная ниша но вот сейчас сделали до копчености я вижу я вижу что сейчас поехали ко мне совсем другие люди которым допустим скажу вот у меня есть кролик мясо они не возьмут готовы берут те кто берут кролика себе готовить они не берут колбасу это странно но это так я конечно не знаю как у кого напишите в комментариях будет интересно то что я знаю что у меня много людей зрители которые занимаются различными нишами но опять же здесь зависит не забывайте ребят все зависит от регионального вашего расположения города села без разницы конечно если жить в 200 300 километров от москвы то под московье когда дачи при дачники приезжают москвичи там за 200 километров я знаю там люди он навоз по 300 рублей по 400 мешок продают и дороже и они знают уже когда москвичи назад едут уже знают где остановиться в деревне где кто что продает не путайте это разные вещи страна большая населенные пункты города разные но я говорю по своему маленькому городку вот так сложилось что я это наблюдаю уже какой год что одни берут одно и другое неинтересно другие берут другое им другое неинтересно и вот сейчас вот третью нишу я пытаюсь сюда допустим колбаса копчение я вижу что приезжать те люди которые берут это но никогда не хотят брать другое вот так получается сделаем потом смотри на отдельное видео конечно же это у нас пока эксперимент сами понимаете с экспериментами тут такое надо на видео выкладываешь чем ты уже давно занимаешься и то тебя там так промарафетят ой прогонит по комментариям что иногда прям то плакать то смеяться хочется поэтому с колбаской для нас это ново до этого делали купаты там различные а сейчас это эксперименты просто будем экспериментировать и пробуют а почему нет аппарат есть ладно погнали дальше пару слов как и обещал пробежимся в клетке очередная клеточка вашему вниманию представляю главное для тех кто интересуется клетками мы поменяли сайт у нас обновился сайт теперь более доступно с телефонной версии непосредственно с компьютера можно зайти посмотреть так что заходите смотрите кому интересно сайт прикреплен у нас как всегда в первом комментарии под видео в шапке youtube канала в гостях у дяди саши переходите смотрите кому интересно клетка rko 212 это означает два блока 12 ячеек в комплект входит сами блоки направляющие в каждом блоке по три направляющих скаты два ската две системы поения две трубки на одну сторону на другую фурнитуру для крепления ножек хомуты фурнитура для системы поения и 6 бункерных кормушек бункерная кормушка одна большая сразу на две ячейки с крышкой сейчас показываем как она собирается так как эта клетка двухсторонняя то здесь но и также собирать можно одному в начале ставим ровняю по одной стороне поднимаем крепим хомутами у вас будет 4 хомута я делаю несколько также поднимаете вторую клетку между клетками должно быть расстояние обязательно ставите по краю с этой стороны для примера вам сразу показываю с добавочной ножкой мы сейчас это все поднимаем и ставим на добавочные места просто одевается чтобы в дальнейшем клетку можно было состыковывать в один ряд так теперь другую сторону здесь тоже одевай ту сторону его все теперь у нас получается что наши профиля держится на вот этой полтора на полтора на ножки на грунт нагружены вот так выглядит клетка точно так же вы здесь крепите как вам удобно на один хомут лучше конечно металлические хомуты для крепления скатов используется такая фурнитурка в данном варианте если всего две ячейки то есть с этой стороны идут такие же направляющие но я вам сейчас сразу покажу если их состыковать в один ряд допустим 2 4 6 клеток то потребуется уже чуть другого плана фурнитура чтобы на нее на это крепление повесить несколько скатов 2 2 одеваем кормушки бункерные кормушки одеваются нижняя точка и 2 верхних система поения ставится на каждую из сторон общий вид скат фронт кормления с этой стороны обратная сторона тоже самое аналогично 6 ячеек 3 кормушки фронт кормления с этой стороны должно быть чтобы ровно чуть край тут занеси да оп стоп все полностью у нас одета и у нас получается что две клетки стали на одну среднюю с этой стороны это идет рассчитано как и конечно просто одевается если вдруг вам нужно ряд еще дальше продолжать то здесь стыковочная как предыдущие стыковочную ту сторону одели здесь одели стыковочную и дальше продолжаете ряд сколько угодно что касаемо системы поения то наша подача остается с одной стороны здесь одевается переходник такой квадрат квадрат одеваются два хомута металлических соединяем квадрат квадрат не пиля у нас одевается стык вы закручиваете собранная клетка выглядит так на данный момент у нас уже здесь стало 4 блока и 24 от кормочных места ширина получилась у нас по клетке метр девяносто с добавочными кормушками добавилось по 12 сантиметров высота 94 сантиметра все друзья сало у нас коптится марина рассаживает самок я пошел заниматься клетками все идет своим чередом всего хорошего пока